На Донечине создадут областной дом детского творчества и наконец-то отремонтируют дворец молодежи юность. Выделить деньги пообещал сегодня губернатор. Андрей Шишацкий принял участие в празднике, посвященному году детского творчества. Чем увлекался глава области, когда был школьником, и чем интересуется нынешнее поколение, выяснял Сергей Зленко. Здесь собралась талантливая молодежь Донецкой области. В ожидании концерта юные артисты фотографируются на память. Дончане Антон и Настя показывают свое мастерство прямо в холле. Дуэт воспитанников спортивной школы стал чемпионом Украины по акробатике, так что перед выступлением они почти не волнуются. Показательный номер, элементы делаем. Театр моды и его модели своими руками плетут украшения для концертных костюмов. Мне нравится выступать. Это очень хороший театр. Посмотреть на достижения юных земляков пришел и губернатор. Андрей Шишацкий сам в детстве с удовольствием посещал внешкольные кружки. Немножко на авиамоделирование. У нас это очень модно было в Славянске. Тогда работало Славянское техническое училище гражданской авиации. Ходил в Славянский бассейн. Это тоже, скажем, внешкольные занятия. Кроме всего прочего, при школе ходил в секцию волейбола. Ну, больше, наверное, упор был на спорт. Две трети детей Донецкой области ходят после школы в кружки. В связи с тем, что президент Украины объявил нынешний год годом детского творчества, губернатор напомнил мэрам городов и главам районов о том, что теперь для них должно быть в приоритете ремонт и оснащение помещений для внешкольных занятий, а также всяческая опека творческих детей. Ведь они побеждают на всеукраинских конкурсах. Яркий пример тому – Краматорчанка Ксения Яровая. Сам губернатор пообещал в этом году выделить 600 тысяч гривен на ремонт Дворца Юна, где проходил нынешний концерт, а также 7 миллионов на создание Дома творчества в областном санатории Пырвына-Донетчене. Сергей Зленков, Владимир Пельгук, Телеканал Донбасс.